МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа Мир на 24 КИЗ. Я Илья Рыбин. Здравствуйте. Пришло время подвести итоги главных событий недели за рубежом. И в начале коротко о главном. Ближний Восток. Отдаляющиеся надежды. Как разорвать замкнутый круг взаимоотрицающих условий, выдвигаемых Израилем и Хамас для достижения мира? Зимы не будет? Как глобальное потепление меняет календарь времен года и провоцирует природные бедствия из-за изменения климата? Соцсети под контроль. Спровоцировавшие массовые беспорядки фейки побудили британские власти внести поправки в законодательство. Мнение либористов и консерваторов разделились. Девять дней, девять зверей. Спасти животных или человека? Что хотел сказать неуловимый Бенкси? Сегодня начнем с Ближнего Востока, который все последние дни живет в ожидании заявленной Тегераном акции возмездия Израилю за ликвидацию на своей территории главы политбюро Хамас Исмаила Хании. К счастью, от слов до дела пока не дошло. Хотя спецслужбы различных стран неоднократно заявляли, что удар Ирана последует едва ли не с часу на час. И даже даты конкретной назывались. На этом фоне мировые лидеры настоятельно призывали Иран к сдержанности хотя бы до старта финального раунда переговоров по урегулированию в Газе, которые прошли в конце недели в Дохе. Расчет делался на то, что в случае успеха Тегеран и вовсе мог бы отказаться от своих планов по ответным мерам. Надежд на сближение позиций сторон конфликта, конечно, было мало. Но все же, какая-никакая, а возможность перевести противостояние в конструктивное русло. Представители Хамас явно дали понять, что сядут за стол переговоров только когда операции Израиля в Газе полностью прекратятся. А там происходит совершенно противоположное. И в Доху от палестинской стороны никто не поехал. Правда, представители движения заявили, что готовы встретиться позже, чтобы проанализировать новую информацию и решить, насколько израильские инициативы серьезны и практичны для заключения какой-либо сделки. Таким образом, вопросы мира и войны в Дохе решали высокопоставленные политики Израиля, США, Египта и Катара. По итогам двух дней дискуссии опубликовано заявление, что переговоры были конструктивными и прошли в позитивной атмосфере. Обеим сторонам представлены предложения для ознакомления. Посредники же продолжат работу на следующей неделе, на этот раз в Каире. В этой связи президент США Байден отметил, что сейчас стороны ближе к соглашению, чем когда-либо, но цель еще не достигнута. И пока политики и военные рассуждают о том, какой может быть акция возмездия Ирана и последует ли она вообще, эксперты считают, что удар по Израилю уже нанесен, как минимум, информационным. Страна готовится к развитию событий по самому неблагоприятному сценарию. Приграничные районы находятся в полной боевой готовности, дополнительно оснащаются всем необходимым медицинские учреждения и подземные бомбоубежища. Впрочем, к этому здесь не привыкать. С момента нападения бойцов в Хамас в октябре прошлого года одна только Хизбалла выпустила по территории Израиля семь с половиной тысяч реактивных снарядов и двести беспилотников. Сахал тоже не сбавляет темпы. На этой неделе вновь сообщалось о масштабных операциях с большим количеством жертв среди гражданского населения сектора газа. В общей сложности их уже больше сорока тысяч. Жанна Хусейнова продолжит. Пока в Катаре пытались подготовить почву для прекращения огня в Анклаве, число погибших палестинцев в результате продолжающихся израильских атак превысило 40 тысяч человек. Большинство жертв – женщины и дети. Каждый день в секторе газа в среднем погибают около 130 человек. Еще около 92 с половиной тысяч получили ранения за эти 10 месяцев с момента, когда в Анклаве стали раздаваться взрывы почти каждый день. Несмотря на это, медицинские работники и продолжают бороться за жизни каждого. Хотя порой им кажется, что справиться в одиночку не получится. Мы перешли рубеж в 40 тысяч погибших. Это ужасающее число. Я хочу обратиться к миру, ко всему мировому сообществу, во все медицинские фонды, организации по правам человека, чтобы поддержать врачей и сектор здравоохранения в газе. Сейчас функционируют только две больницы. Весь медицинский персонал истощен из-за непрекращающегося потока больных и раненых. В больнице Аляхлиараб недавно ситуация стала еще сложнее. В течение двух дней туда доставляли тела погибших и тяжело раненых пациентов. Все они стали жертвами атаки израильской армии на школу, которая являлась временным убежищем для эвакуированных жителей. Трагедия произошла недалеко от города Хан-Юнис, на юге сектора газа. Среди погибших более 100 палестинцев. Выжившие рассказали, что в здании не было вооруженных людей, только беженцы. Удар Цахал по учреждению произошел во время утренней молитвы. Хамас назвал инцидент ужасной бойней. Израиль же заявил, что в школе располагался штаб террористов, где были ликвидированы 19 человек. Цахал нанес удар по школе Аль-Табаин, в которой временно проживали тысячи перемещенных гражданских лиц. Их дома были разрушены израильскими войсками, поэтому они не смогли найти другого более безопасного места в газе. Они думали, что эти школы могут быть безопасными. Непрекращающиеся боевые действия привели к разрушениям на всей территории Анклава. В результате подавляющее большинство из 2 миллионов 300 тысяч жителей газа были вынуждены покинуть свои дома, причем зачастую по несколько раз. Последние распоряжения об эвакуации объявили в районах Хан-Юнице, включая часть, объявленная Израилем гуманитарной зоны. Там сотни тысяч людей ютятся в палаточных лагерях с ограниченными возможностями или ищут убежище в школах, подобных той, где произошла трагедия. Группы по оказанию помощи с трудом доставляют продовольствие и другие предметы первой необходимости. А палестинцы говорят, что нигде на осажденной территории они не чувствуют себя в безопасности. Куда мне идти? Я не знаю. Я сижу здесь и не понимаю, куда идти, потому что безопасного места нет нигде. Все лагеря переполнены. Мы не успели вывезти свои вещи. Здание рухнуло прямо на них. Это мое пятое или шестое перемещение. Сейчас я нахожусь в городе Хамат. Там две башни подверглись бомбардировке. Сейчас ходят слухи, что будет официальный приказ об эвакуации. Куда мы направляемся? Мы не знаем. Говорят, что Муваси – это безопасная зона. Но я считаю, что когда дело доходит до оккупации, безопасных мест не существует. Даже гуманитарной зоны нет. В ответ на последние маневры группировка Хамас выпустила две ракеты в сторону Тель-Авива. Это первая подобная атака с конца мая. Однако цели снаряды не достигли. Израильские источники заявили, что одна ракета упала в море, другая не смогла пересечь границу. Ракеты были запущены с юга Анклава. Ранее израильские военные объявили о новой операции в этом районе, подчеркнув, что их целью являются именно боевики, ответственные за обстрел израильских городов. А рядовым жителям приходится искать силы и преодолевать испытания, в которых оказались не по своей воле. Жанна Хусаинова для программы «Мир». В наши дни люди гимнут не только от пули взрывов. Жертв глобального потепления на планете уже не меньше, чем погибших в ходе боевых действий. Причем сам человек довел ситуацию до того, что климатическим метаморфозам пришло время объявлять настоящую войну. И чем раньше, тем лучше. В одной только Европе в прошлом году от жары скончались 47,5 тысяч человек. Такие цифры приводит Барселонский институт I.A.S. Global. Больше половины всех смертей приходится на пиковый период. Это июль-август. И если бы не своевременные системные меры по снижению уязвимости к последствиям климатических изменений, жертв могло быть больше в два раза. А буквально на днях в пригородах древних Афин бушевал огонь и отнюдь не Олимпийский. А из соседнего марафона вновь пришлось бежать. Правда, не на время. Только из этого города власти эвакуировали более 30 тысяч жителей. Ситуация складывалась настолько серьезно, что Греции пришлось обратиться за международной помощью. На нее откликнулись Италия, Франция, Сербия, Испания, Чехия и Румыния, предоставив спецавиацию, персонал и гуманитарную помощь. Всего за 4 месяца в стране произошло 3,5 тысячи лесных пожаров. 50-процентный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты бьют тревогу, Аттика столкнулась с реальной угрозой опустынивания. Прошлогодние возгорания уже уничтожили здесь почти половину площади лесов, а истощение корневых систем ускоряет процессы эрозии почвы. Запас грунтовых вод истощается. Ученые говорят, что местный средиземноморский климат уже совсем скоро можно будет назвать полупустынным. Конечно же, если не принять экстренные меры. А в Кыргызстане ученые пришли к выводу, что глобальное потепление приводит к изменениям не только климата, но и календаря сезонности и времен года. Если совсем недавно Март здесь считался месяцем скорее зимним, чем весенним, то в последнее время ему характерны все признаки лета, даже в высокогорьях. Ученые страны выявили прямую связь резкого увеличения чрезвычайных происшествий природного характера с температурными рекордами. Власти оценивают миллиардные потери от недавно сошедших селей. А специалисты всерьез задаются вопросом, как, если не свести урон от вероятных природных катастроф на нет, то хотя бы его минимизировать. Бахачар Машев разбирался в проблеме. Глобальное потепление уже давно вышло за рамки научных дискуссий. Повышение температуры теперь наша действительность и, как выяснилось, далеко не из приятных, если не сказать, угрожающих. В этом убедились жители Кыргызстана, которые, начиная с весны и по сей день, становятся очевидцами многочисленных паводков и селей. По данным МЧС Республики, за текущий год в стране зафиксировано более 300 водногрязевых потоков. Это самое большое количество ЧАЭС подобного рода за последние 30 лет. Причем сели сходят по всей стране. Если до недавнего времени от природной стихии страдали в основном жители южных регионов, то буквально на днях ЧП произошло уже на севере страны, в Иссык-Кульской области. Как и прежде, вода хлынула в населенный пункт, скопившись в горах, где незадолго до этого прошли сильные ливни. Ученые Института водных проблем и гидроэнергетики говорят, что из-за повышения общемировой температуры в Кыргызстане сместились сезоны. У нас, получается, более теплые зимы стали за последние 30 лет. Очень сильно изменилась температура марта, то есть марс стал очень теплым. Если раньше он у нас еще считался такой практически зимним месяцем, особенно в Исакогорье, то сейчас он становится вполне весенним. И даже в долинных зонах элементы чуть ли не летнего месяца представляют себя. Повышение температуры воздуха привело к тому, что увеличился вегетационный период. Проще говоря, выросло время, когда воды в руслах рек становится больше. Этот излишек и проявляет себя в момент, когда в горных и предгорных районах идут обильные осадки. По наблюдениям ученых, интенсивность ливневых дождей вместе с высоким уровнем воды и приводит к тому, что образуются огромные потоки, устремляющиеся вниз по склону. По ходу течения вся эта масса, разбавленная грязью, сносит на своем пути мосты и плотины, разрушает дома, уносит автомобили. Рисковозросшее число ЧАЭС заставило спасателей и ученых снова заговорить о необходимости расширения сети наблюдательных метеостанций. Сейчас их в Кыргызстане около ста, но, по словам сотрудников МЧС, этого недостаточно, чтобы полностью отслеживать систематические климатические изменения, приводящие к чрезвычайным ситуациям природного характера. Для того, чтобы прогноз был лучше, нужно больше станций. И мы об этом говорили. Все станции, которые есть у Кыргызстана, они находятся на высоте менее 2000 метров. И для того, чтобы готовить специализированные прогнозы, для того, чтобы мы могли прогнозировать вот такие процессы, как селевые явления в горной и предгорной зоне, то есть в трудноотступных горных местности, нам нужны отдельные станции именно в этой части. После множественных селей и возникших чрезвычайных ситуаций в превентивном порядке спасатели обследовали горные водоемы на возможность прорыва. Как выяснилось, из более 2000 высокогорных озер 368 представляет угрозу переполнения. Сейчас данные исследования обрабатываются и передаются местным органам власти для того, чтобы обезопасить население или хотя бы минимизировать угрозу. Повышение среднегодовой температуры и многочисленные осадки стали причиной предыдущих и возможных будущих паводков и селий, ущерб от которых экономика Кыргызстана уже превысил 1 миллиард суммов или почти 5 миллиардов тенге. К сожалению, были и человеческие жертвы, к счастью, немногочисленные. Таким образом, природа все чаще напоминает о себе, и уже сейчас очевидно, что к таким сюрпризам нужно готовиться заранее. Бакет Чермашев, программа «Мир» из Кыргызстана. Это программа «Мир». Мы продолжаем. И смотрите во второй части выпуска. Соцсети под контроль, спровоцировавшие массовые беспорядки фейки, побудили британские власти внести поправки в законодательство. Мнения лейбористов и консерваторов разделились. 9 дней 9 зверей. Спасти животных или человека. Что хотел сказать неуловимый Бэнкси. Эту неделю новый британский премьер Ким Стармер планировал провести в континентальной Европе. Но планы на отпуск изменились из-за массовых акций протеста. Сначала о серии погромов свое недовольство мигрантами обозначили ультраправые, да столь яростно, что сотни активистов оказались в полицейских участках, а кое-кому уже и обвинения предъявлены. Затем на улицы вышли те, кто не согласен с радикалами и выступает за равноправие для всех, находящихся на территории королевства, невзирая на их происхождение, цвет кожи или вероисповедание. Кое-где полицейским даже пришлось защищать первых от вторых, чтобы чего не вышло. И за столь неожиданным сюрпризом новый премьер Кир Стармер столкнулся спустя всего лишь месяц, как возглавил правительство. Накопившихся системных проблем на повестке хоть отбавляй. А тут еще и буквально из искры возгорелось пламя, точнее из фейков, растиражированных в соцсетях. Вот и поправки в законопроект своих предшественников, консерваторов пересмотреть пришлось. Чтобы более ответственно себя вели в публичном пространстве как пользователи интернет-ресурсов, так и их владельцы. В деталях разбирался Галунжан Караманов. Закон, первоначально принятый в октябре, должен вступить в силу в начале следующего года. Он позволит правительству штрафовать владельцев соцсетей на суммы до 10% от их глобального оборота, если ресурсы не будут контролировать незаконный контент, такой как подстрекательство к насилию или разжигание ненависти. Предлагаемые изменения к важному документу могут распространить санкции на компании, которые допускают размещение легального, но вредного контента, включая дезинформацию. Позвольте мне сказать крупным компаниям социальных сетей и тем, кто ими управляет, что в интернете явно вспыхнули беспорядки с применением насилия. Это тоже преступление, это происходит на вашей территории, и закон должен соблюдаться повсюду. Американский предприниматель и владелец сетевого ресурса X Илон Маск в различных публикациях в социальных сетях бросил вызов премьер-министру после того, как Кир Старнер обвинил платформы в разжигании насилия по всей стране. Отвечая на его пост, Маск написал, что гражданская война неизбежна. Представители власти осудили его слова. Комментарий Илона Маска абсолютно не оправдан. Я думаю, что в данный момент все должны призывать к спокойствию. Он действительно несет ответственность, которую возлагает на него его платформа. Честно говоря, я считаю, что его комментарии довольно прискорбны. Лейбористское правительство, унаследовавшее законопроекты от консерваторов, в настоящее время рассматривает дополнительные поправки, чтобы обеспечить его соответствие поставленной цели. Чиновники отметили, что правительство открыто для пересмотра рамок закона о безопасности в интернете. Они подчеркнули, что готовы внести изменения в случае необходимости. И владельцы соцсетей, и люди, которые размещают контент на платформах, должны нести ответственность за свои действия. Тот, кто разместит в соцсетях что-то, что само по себе является уголовным преступлением, будет преследоваться нашей полицией. Диванных головорезов, если хотите, будут преследовать так же, как и головорезов на наших улицах. Есть и ярые критики чрезмерных усилий правительства в области цифрового регулирования. Они выражают обеспокоенность по поводу потенциального вмешательства, которое может привести к нарушению фундаментальных прав. Закон может привести к ситуации, когда контент будет удален из интернета просто потому, что он спорный или непопулярный. Это представляет серьезную угрозу свободе слова. И важно, чтобы мы защитили от такого употребления. Тем временем тысячи протестующих против расизма вышли на митинги по всей Англии после недели антииммигрантских беспорядков, спровоцированных дезинформацией. Несмотря на опасения дальнейшего насилия, собрания проходили в основном мирно. Контрпротестующие скандировали беженцам здесь рады. Я здесь сегодня, потому что не хочу жить в обществе, где правит ненависть или где есть хоть какое-то место для нее. Я думаю, что мы все один народ и нам нужно объединиться, проявить сострадание друг к другу и создать общество доброты и милосердия. Я просто хотел попрепятствовать тому, что произошло на прошлой неделе. Это неприемлемо. Ультраправые не представляют всех нас. Мы сегодня просто хотели показать свое лицо и сказать, что не поддерживаем бесчинство. Беспорядки начались после ложных заявлений в интернете о том, что мусульманин-мигрант, ищущий убежище, был причастен к трагической поножорщине Саутпорте. В ответ на это были совершены нападения на мечети и жилые помещения для мигрантов. За беспорядки были арестованы почти 800 человек. Более 350 из них предъявлены обвинения. Были вынесены первые тюремные сроки, в том числе из-за разжигания расовой ненависти в социальных сетях. А на этой неделе пользователи соцсетей, особенно жители британской столицы, штурмовали страничку Инстаграм легендарного и таинственного Бэнкси. За 9 дней в Лондоне на различных городских объектах он разместил изображение 9 животных. На его личных страничках в сети появилось лишь новое творение без каких-либо подписей или намеков, что бы это могло значить. Годами поклонники его творчества ломали голову относительно того, кто может скрываться за всемирно известным псевдонимом. На этот раз им пришлось еще гадать по поводу того, что же он хотел сказать последней серии работ. Одни это назвали аллегорией на тотальную индустриализацию, когда животным становится негде жить, другие сочли это сигналом к людям. Некой попыткой отвлечься от насилия, которое в эти дни выплеснулось на британские улицы и призывом жить в гармонии друг с другом и природой, конечно же. Подробности у Сандугаш Бойгоныш. Серию граффити Бэнкси на этой неделе увенчало изображение гориллы. Это девятая уличная фреска неуловимого британца. Примат на воротах лондонского зоопарка поднимает роль ставни, чтобы выпустить тюленя и птиц. А в это время другие животные наблюдают за происходящим изнутри. Что могла бы значить эта композиция? По традиции, готового ответа на этот вопрос нет. Автор произведения вновь подкинул зрителям пищу для размышлений. Для нас большая честь, что Бэнкси выбрал для своей последней картины лондонский зоопарк. Я раньше был одним из смотрителей горилла, сегодня работаю здесь менеджером. Это потрясающее изображение. Я думаю, что это западная равнинная горилла. И скорее всего, ее изображение своего рода послание об угрозах. С которыми сталкиваются эти приматы в их естественной среде обитания. В настоящее время они находятся под угрозой исчезновения. Я думаю, его картины – это отсылки к тому, что общество очень сильно вторгается в природу. Настало время человеку пересмотреть свои действия. За девять дней Бэнкси нарисовал девять картин. И это вместе с гориллой. До нее художник оставил на стенах, крышах и рекламных щитах изображения козла, слонов, обезьян, волка, пеликанов, кошки и рыб. Скорее всего, рисовал он их по ночам, а на утро перед ними собирались толпы людей. Многие выкладывали фотографии в социальных сетях. Некоторые фанаты творчества Бэнкси пытались разгадать смысл, заложенный в его новых работах. Обезьяны могут спасаться от джентрификации и дальнейшей крупной застройки в районе Бриклэйн. Слоны могут изображать изоляцию и одиночество. Козел может представлять палестинцев, потерявших опору. Или говорить о том, что нас могут отвлекать или заботить какие-то вещи, которые кажутся нам значительными, типа Олимпиады, вместо действительных больших глобальных проблем. Однако некоторые фрески как быстро появились, так же скоро и пропали. Например, изображение носорога на стене над припаркованным Ниссан Микро, так будто животное взобралось на автомобиль, испортили вандалы. Они нарисовали на нем белой краской знак доллара и букву В. Волка почти сразу украли, открутив спутниковую тарелку. А старый рекламный щит, где художник нарисовал кошку, демонтировали по соображениям безопасности. Ну, я услышал сразу где-то после полудня, что Бэнкси оформил новую фреску здесь, на Бриклэйн. Поэтому пришел сюда примерно через 40 минут. И к тому моменту уже четверо парней забирали ее. Они шли по лестнице. Животные Бэнкси демонстрируют его фирменный стиль, отмечают искусствоведы. Черные силуэты в городской среде. Обычно работы Бэнкси несут политическое, социальное или экологическое послание, иногда даже вызывая споры и побуждая художника выступать с комментариями. Такое было на рок-фестивале Гластенбери в июне, когда во время выступления бристольской постпанк-группы «Айдлс» над толпой зрителей поднялась инсталляция надувной лодки с манекенами в спасательных жилетах. По-видимому, это были изображения мигрантов, которые пытались нелегально добраться до Англии через Ла-Манш. А это как раз-таки реальность, в которой сейчас живет Британия. Данный жест Бэнкси вызвал жаркие дебаты, а в правительстве эту выходку назвали пакостью. Впрочем, работы Бэнкси получают массу разных комментариев. Кто-то не поддерживает его талант и называют это вандализмом. Другие же считают, что художник хочет просто поднять людям настроение на фоне грустных и тревожных новостей со всего мира. И таких оценок немало. Свой творческий путь Бэнкси начал в 90-х в Бристоле. А сегодня один из самых известных художников в мире, несмотря на то, что его подлинное имя не знает никто. Последние работы мастера инкогнито уходили с аукционов за миллионы долларов. Сандукаж Байгуаныш специально для программы «Мир». И на сегодня это все. Встретимся ровно через неделю в следующую субботу. Всем удачи, мира и добра. Субтитры подогнал «Симон»!